Ну, что сказать? У меня нет слов. Что нам предлагают? Нам предлагают кандидатов в президенты от КПРФ Грудинина. Для начала немного аналитики. Вот вы чувствуете сам абсурд этого предложения? КПРФ, коммунисты. Что такое коммунизм? Равноправие. Это когда рабочий может заработать больше, чем директор предприятия. Вот что такое коммунизм. Каждому по заслугам. Это коммунизм. И значит нам коммунистическая партия предлагает своего кандидата. Олигарха. Миллиардера. Рабовладельца. Просто абсурд. Просто народ держит за какое-то быдло. Ну, для КПРФ это не является абсурдной. Потому что КПРФ и ее лидер Зюгана, тоже, кстати, миллиардер, является позором самой идеи. Почему народ поддержал коммунистов в 1917 году? В 1917. В то время это были большевики. Потому что они сказали землю крестьянам, а фабрике рабочим. Потому что они выступили против крепостного строя. То есть крепостной, понимаете, рабовладельческого строя. Нам вот постоянно навязывают сословное общество. Пытаются внедрить нам какие-то новые элиты тут в России. При царе были там одни избранные, которые говорили вот сугубо на французском языке. Русский язык они вообще презирали. Хотя сами они из лаптей вылезли. То есть все с крестьянских семей изначально. Все с земли выросли. Потом якобы они стали такими избранными на спинах народа. И вот нам вот эти вот элиты постоянно пропихивают. То есть при царском режиме элиты. Потом пришли к власти другие элиты. В кавычках. Начали тоже из себя делать богоизбранный народ. Потом в 1991 другой незаконный переворот произошел. Новые элиты пришли. Новые русские. Новые русские. И вот нам постоянно какие-то элиты тулят. И значит вот сейчас вот нам вот тулят Грудинина. Причем вот кто это делает? Якобы КПРФ. Ну еще раз. КПРФ и коммунизм. Это две разные вещи. Есть и лидер КПРФ. Миллиардер. Вот Сталин допустим. У него были одни сапоги и два мундира. Вот это был коммунист. А вы, товарищ Зюганов, позор. Многие помнят выборы 96-го года. Когда на выборах, значит, Ельцин и Зюганов соревновались. И к удивлению Запада победил Зюганов. Почему он тогда победил в 96-м году? 74% народа проголосовал за Зюганов. Почему? Потому что народу надоел этот беспредел. Не только на территории России. Все хотели стабильности и хотели вернуться во времена СССР. Причем за СССР на референдуме перед этим проголосовало 96%. За сохранение СССР. И людям не нужен был этот Эльцин с его семьей, которые вот и сейчас вот еще вот правят. Главное условие было Путину неприкосновенность семьи. И Чубайса. Так вот. Значит, 96-й год. Побеждает Зюганов на выборах. 74% народа русского проголосовало за коммунизм, за КПРФ. Запад был в шоке. Дальше Зюганов продает свои голоса. Суммы, которые он получил. 1 миллиард долларов. И неприкосновенность. То есть вот этот миллиардер, позорящий идею коммунизма. Вот он сейчас нам выдвинул нового олигарха Грудинина. Вот чтобы разобраться, кто такой Грудинин, вот ищи, кому выгодно поставить Грудинина. Вот Вашингтон-Пост, что пишет. То есть, соответственно, у нас связь Вашингтон-Пост и КПРФ прослеживается. Говорят, Грудинин является единственной надеждой США на свержение ненавистного путинского режима. Причем Алексей Навальный при этом показательно разжалован. Пишет, что ролики на Ютубе хорошие, он делает, конечно. Но они считают, что Навальный не победит на выборах. А у Грудинина есть шанс. То есть Грудинина якобы поддержит патриоты, потому что у него совхоз называется совхоз имени Ленина. А совхоз является чем? Не совхозом, а закрытое акционерное общество, которое торгует землей, продает землю. Хозяева этого совхоза находятся за границей. Потом, как этот совхоз в 90-е годы создавался? Вот у нас тут люди пишут, даже уголовное дело было, как отнимались незаконно земли у людей, запугивали людей и т.д. и т.п. Вот у нас тут Вашингтон, вот хозяева Грудинина проявились. Вашингтон пост хвалит кандидата от КПРФ. Вашингтон у нас сейчас обкомом стал. И, значит, США хотят при помощи оборотня коммунистов вернуть в Россию социализм. США хотят народу вернуть все заводы, все фабрики, которые они украли у людей пару десятков лет назад, используя олигархов. И сейчас они с помощью олигарха очередного хотят вернуть народу это все награбленное. Так, значит, американский обком гордится совхозом имени Ленина. Такое ощущение, вот они гордятся совхозом имени Ленина. Как будто это их какое-то достояние такое американское. Так, ну тут ничего не говорится, как Грудинин отбирал этот совхоз у крестьян. Говорится о том, как он торговал импортной клубникой, генно-модифицированной, под видом московской клубнички. Ну, в общем, в статье этот Вашингтон-Пост, образцовый совхоз, Грудинин, значит, образцовый руководитель. Тут все, вот реклама идет Грудинина. Вашингтон надеется, что, значит, Грудинина поддержат либералы. Ну, либералы, само собой, поддержат Грудинина. Ну, вот они еще надеются, что оппозиционеры поддержат. И люди, ностальгирующие по СССР, тоже типа поддержат его. Пусть что у него же эта частная лавочка называется совхоз имени Ленина. Поэтому люди поддержат. Они думают, что русскому народу не хватит мозгов проанализировать ситуацию и понять, что частная лавочка не может быть совхозом. Если на заборе написано «Родовое поместье», то еще не знают, что там за забором. И есть жизнь. В интернете вот посмотрел, уже активизировались западные боты. То есть услышали «Заокеанский приказ», переключились на активную пропаганду Грудининского совхоза. Значит, тут куча материала. Простой истории успеха, народной поддержки Грудинина. Что Грудинин русский человек. Ну, по-моему, евреи. Ну, вообще он русский. И в совхозе у него там народовластия. Ну, что интересно, вот в КПРФ произошел раскол. То есть у меня надежда на КПРФ еще есть. Вот молодые коммунисты не признали олигарха Грудинина. Молодцы, ребята. Горжусь, конечно. Есть еще коммунисты. Значит, молодые коммунисты не признали кандидата Грудинина олигарха. Значит, все-таки есть надежда. Молодой парт-актив справедливо возмущается, что им подсунули ряженого коммуниста-олигарха. Молодцы, ребята. Вот горжусь вами, парни. Эх. Но. Недовольны Грудининым, будут ломать через колено. И вот уже их гонят на поклон. Вот у них уже вот тут секретари парткома. Всем явиться, привезти по шесть человек. Не явитесь. Будем исключать из партии. Ну, грустно, ребята. Зюганов олигарх наш любимый. Ломает молодых коммунистов. Ну, посмотрим. Я думаю, парни поломают ему хребет. Этой парадажной твари, которая предала свой народ. И, наконец-то, в России будет народовласть. И сразу же к России присоединятся все бывшие республики. Вот сразу одномоментно. И Белоруссия, и Украина все присоединятся. Вопрос будет решен. И с Украиной, и с другими странами. Как только в России посадят Чубайса, других олигархов. И если коммунисты не справятся со своими олигархами, они уже 20 лет не могут с ними справиться, то у нас есть своя родная партия, где еще присутствуют пока правила народовластия и Вечи. И где свободный вход и выход. И нет олигархов.